Почти десятая часть населения Прикамья тратит на обслуживание кредитов 60% дохода. Эксперты говорят, кредитная нагрузка будет только возрастать. МЧС проверит на противопожарную безопасность общепитых и многоквартирные дома. План мероприятий будет опубликован на сайте региональной прокуратуры. В НППК выплатят дивиденды по результатам 2017 года. Решение акционеров опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации. Новости НРБК «Перем» в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. 8,5% заемщиков в Пермском крае тратят на обслуживание своих кредитных обязательств более 60% ежемесячного дохода. Данное исследование на 1 мая текущего года подготовило Национальное бюро кредитных историй. Прикамья превышает общероссийский уровень. В среднем по стране таких заемщиков 7,2%. За последние три года их доля сократилась более чем на 2% пункта. Эксперты считают, банки и другие кредиторы стали более внимательно относиться к выдаче кредитов заемщикам, чьи возможности обслуживания долга близки к критическим значениям. Это приводит к сокращению так называемой зоны риска. То в общем рейтинге регионов Прикамья занимает 8 место. Наибольшая доля физлиц с высокой текущей долговой нагрузкой среди регионов с высоким проникновением розничного кредитования зафиксирована в Оренбургской области 11%. В Красноярском крае чуть более 10%. Наименьшее в Москве, Петербурге и Свердловской области менее 5%. Руководитель организации финансовой грамотности Александр Ромашкин отмечает, что в связи с продолжающимся падением реальных доходов населения, кредитная нагрузка физлиц в ближайшее время будет только возрастать. Вместе с этим будет проявляться и реальная динамика роста личных банкротств граждан, и количество будет увеличиваться. Добавим по оценке экспертов в Вести экономика. Сегодня в России темпы роста розничного кредитования в 3-4 раза превышают номинальные темпы роста зарплат. По их оценке это кредиты от бедности, а не средства для развития. В то же время на рынке формируются широкие возможности для рефинансирования задолженности, что должно в свою очередь снижать долю просроченных кредитов. Со следующего года МЧС по Пермскому краю начнет проверять на противопожарную безопасность, общепиты и многоквартирные дома. До 30 декабря региональная прокуратура выложит в общественный доступ план проверок. По словам представителей МЧС Александра Иванова, на ряд из перечисленных объектов уже составлены листы контроля. До конца года подобные документы будут разработаны для всего перечня. Точное количество объектов, подпадающих под инспектирование в региональном МЧС, пока сказать не готовы. Значительно больше, если мы в этом году 1106 проверок плановых, только плановых запланировали. Я думаю, что, наверное, количество проверок в разы увеличится. Сейчас трудно комментировать, какая будет точная цифра, да, только работа еще началась. Конечно же, мы включим все те объекты, которые не проверялись значительное время ввиду надзорных каникул. Проверяем, конечно же, исполнение всех требований пожарной безопасности, не только пути эвакуации, не только отделка пути эвакуации, состояние систем противопожарной защиты. МЧС России отменила запрет на проверку малого и среднего бизнеса. Об этом на своем сайте написал МЧС. Тем не менее, приказ будет действовать до конца текущего года. Как ранее сообщал РБК, три года назад Пермский край стал пилотным по внедрению рискориентированной модели. То есть тогда Роспотребнадзор и Госпожнадзор исключили плановые проверки, но оставили внеплановые. Как ранее нашему телеканалу сообщил пермский бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов, предприниматели в Прикаме жаловались на результаты внеплановых инспекций и заявляли, что подобных мероприятий стало гораздо больше, чем проверок по графику. Напомним, по информации МЧС, почти 8 тысяч нарушений пожарной безопасности было выявлено в Прикаме за апрель и май текущего года. 70% относятся к торговым центрам. Основными нарушениями пожарной безопасности в крае являются состояние эвакуационных выходов, в том числе материалов отделки пути эвакуации. На эти нарушения приходится почти половина от всех, 45%. Пермская научно-производственная приборостроительная компания выплатит дивиденды по результатам 2017-го отчетного года в размере 1140 рублей на одну обыкновенную акцию. Решение акционеров опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации. Также ПНППК выложила в общий доступ годовой отчет, в котором в частности указано, что по итогам 2016-го, а также по итогам 3-6-9 месяцев 2017-го года, дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались. Помимо этого, в документе содержатся основные положения о вознаграждениях. Так, члены Совета директоров за 2017-й год получили вознаграждение, включая заработную плату общей суммой 11 миллионов 700 тысяч рублей. Члены правления за тот же период получили 64 миллиона 700 тысяч. Добавим, как ранее сообщал РБК, в опубликованном документе также были раскрыты некоторые планы будущей деятельности компании. В частности, в 2018 году работа компании будет продолжена в направлении создания высокотехнологичного предприятия, развивающего хай-тек технологии, такие как совершенствование производства гироскопических базовых элементов, навигационных систем, специальных оптических волокон и волоконно-оптических изделий. Предусматривается расширение традиционных и освоение новых рынков сбыта с освоением производства и выводом на рынок новой наукоемкой продукции. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация, интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. РБК Пермь. Субтитры подогнал «Симон»